добрый день уважаемые коллеги я вижу что мы все подключились и можем начинать наш экспертный семинар нашим коллегам которые сегодня наблюдают нас разных точек россии за рубежом наш экспертный семинар мы проводим совместно с всемирным банком это уже третий семинар в рамках нашего взаимодействия и для тех коллег которые подключились впервые я хотела бы представиться и представить своих коллег в рамках экспертного семинара меня зовут аксёна my understanding is that this is a successful event so far at least it has been we've all got connected we as i said can hear and see each other now for the benefit of the participants of this event from russia and other countries i want to inform you that this is a workshop delivered jointly by us for the world bank this is a third event in a series of such events now for the first comers let me introduce myself and all other participants спасибо меня зовут аксёнова елена ивановна я директор научно-исследовательского института организации здравоохранения медицинского менеджмента департамента здравоохранения города москвы let me start with myself i'm elena i'm head of the research institute of health management and care at the health department of the city of moscow основной наш докладчик в рамках экспертного семинара дэвид уилсон директор программ глобальной практики всемирного банка по вопросам здравоохранения народа населения и питания тигран шмиц руководитель социальных программ всемирного банка в россии мистер тигран шмиц таня дмитраченко руководитель глобальной практики по вопросам здравоохранения питания народа населения всемирного банка в европе в центральной азии митро чинко head of gp on health nutrition population for the eca region of the world bank севиль салахуддинова старший специалист по здравоохранению представительство всемирного банка в россии мадам север салахуддинова senior health specialist at the world bank president mission in russia наш уважаемый переводчик андрей сальников and your interpreter у нас сегодня будет последовательный перевод поэтому периодически мы будем все останавливаться для того чтобы дать возможность качественно перевести наши доклады коллегам из разных стран мира коллеги сегодняшний наш экспертный семинар который проводится проходит цифровом формате посвящен вопросом нового распространения новой коронавирусной инфекции в россии и в других странах и самое главное мы сегодня обсудим экономические аспекты как восстанавливается экономика системы здравоохранения после первой волны новой коронавирусной инфекции в мире а today's workshop which is being delivered remotely deals with the most important topic that is a spread of the novel uh coffee uh variable in russia and in other countries we're going to talk about the economic aspect of this phenomenon where we're going to talk about how health economics recovered after the first wave of the Мы услышим в докладе Дэвида о том, какие социально-экономические меры использовались в различных странах и к каким последствиям они привели, насколько были эффективны и каким образом системы здравоохранения отреагировали на такие события 2020 года. Я хотела бы передать сейчас слово для краткого приветствия Тиграну Шмидсу, руководителю социальных программ Всемирного банка в России. Спасибо большое, Елена Ивановна. Я хочу сказать, чтобы передать большие пожелания от нашего руководителя Рено Селигмана, директора и постоянного представителя Российской Федерации. Он, к сожалению, не смог открывать сегодня этот важнейший семинар. Я постараюсь представить наш московский офис вместо него. И, конечно, прежде чем мы начнем, я бы хотел в первую очередь разделить общее мнение наших коллег. Всемирного банка о высочайшей оценке усилий правительства города Москва и Департамента здравоохранения Москвы в борьбе с пандемией коронавируса, которую мы все наблюдаем в каждой точке мира, в которой мы находимся сегодня. И, конечно, медицинские работники, которые пришлось принять на себя первый и самый тяжелый удар этой пандемии. Но, before we start, I'd like to join in with the opinion presented by the World Bank and other colleagues. I want to join in in commendation to the Moscow City, to the Moscow Healthcare Department, and the healthcare professionals who are fighting the pandemic all over the world and who were the brunt of the first onslaught of this pandemic. Тигран. Ну и, конечно, правительства и системы здравоохранения всего мира столкнулись с беспрецедентным вызовом. Тигран, мы вас, к сожалению, не слышим. Видимо, произошел какой-то технический сбой небольшой. Но я уверена, что мы сможем с вами еще пообщаться через какое-то время. А сейчас я хотел бы передать слово Тане Дмитраченко, руководителю глобальной практики в области здравоохранения, питания народонаселения, регион Европы и Центральной Азии, также Всемирный банк. Пожалуйста, Татьяна. Извините, Тигран, мы не можем не следить. Постепенно, что у нас был какой-то глух в технологии, но, возможно, после того, как мы сможем вероохранить и обратить вас в нашу встречу. Но теперь я хочу дать слово Татьяна Дмитраченко, которая ведет генеральный департамент на здоровье и популяции в ЕКО-регион Великобрителю. Сейчас выключен звук. Таня, ваша мига не уйдет. Спасибо. Сейчас она уйдет. Спасибо. Спасибо. Thank you. Dear Ms. Aksanova and seminar participants, first of all, let me say it's a pleasure to join you in this important event. I'd like to start by expressing my sincere gratitude to the doctors and all the healthcare workers who remain at the front of the fight against coronavirus and to also acknowledge the unprecedented effort of the Moscow government in combating COVID-19. The European region has been hard by coronavirus. The region now has the third highest number of cases in the world, with over 5.2 million people having been infected with coronavirus. And it is in second place in terms of the number of deaths, about 230,000 people. The ECA region is particularly vulnerable because the population is rapidly aging. The prevalence of non-communicable diseases and co-morbidities is high, as is the prevalence of some of the risk factors, such as smoking rates, which are quite high in the region. European countries have employed a mix of measures to contain the spread of the new virus that have resulted in a marked reduction of new cases in June and July. But today, Europe is in the midst of a second wave of infection, with daily cases in some countries, such as Spain and France, experiencing rates that match or even exceed those of the first wave. The risk of a reintroduction and resurgence of this disease will continue and will need to be sustained and controlled through rigorous application of public health and clinical interventions and effective communication of health risks. It is also critically important to ensure continuity of essential health services for non-coronavirus cases with special attention to the elderly and vulnerable individuals, because our data shows across the world that these essential services have suffered from the onset of the epidemic. And the world awaits, with bated breath, the development of effective and safe vaccines that will allow us to protect our most vulnerable and most valuable frontline workers and to give the world the confidence to fully reopen. During the last nine months, we have learned a lot about the virus, but there's still a lot we don't know. That is why the exchange of knowledge such as this one that was generously supported by the Moscow Institute of Healthcare Organization and Management are so critically important. And the World Bank is very pleased and honored to be invited to share global experiences with Moscow Health Health Authorities and clinicians. I'll now pass the word to David Wilson, who will share some important lessons learned from the first wave of the coronavirus that can help us effectively manage these new challenges. Over to you, David. Thank you very much indeed. And it's been our privilege to... Actually, I'm sorry, David. Before you do, I'd like to translate what Tanya has just said. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much for the opportunity to join us in this very important event. We also are connected to the high quality of ourème медиков и специалистов, отвечающих за защиту здоровья населения, которые действительно находятся сейчас на передовой и вносят основной вклад в процессы борьбы с этой пандемией. Я высоко оцениваю усилия правительства Москвы и департамента здравоохранения в решении соответствующих задач. Действительно, сейчас регион Европы достаточно сильно страдает от последствий распространения коронавирусной инфекции. Регион занимает третье место в мире по числу случаев подтвержденных заболеваний. Они сейчас находятся на уровне порядка 5 миллионов. Вместе с тем регион занимает второе место в мире по числу смертельных случаев, вызванных коронавирусной инфекцией. Их число достигает почти 230 тысяч. Регион Европы и Центральной Азии в этой связи демонстрируют достаточно высокую степень уязвимости, поскольку население региона стареет, и стареет достаточно высокими темпами. В регионе распространены неинфекционные заболевания, коморбидности. Кроме того, достаточно распространены нездоровые привычки, такие как курение. И мы видим, что европейские страны, а также страны Европы и Центральной Азии предпринимают весьма серьезные усилия, с помощью которых делается попытка сбить вторую волну коронавируса, которая уже пришла и с которой мы имеем дело уже сегодня. Да, в июне и июле удалось несколько снизить темпы распространения пандемии, но теперь эта вторая волна вернулась. И в частности, таких стран, как та же Испания и Франция, мы наблюдаем показатели, которые сопоставимы, а то и превосходят те, которые наблюдались в них весной и летом текущего года. Действительно, борьба с последствиями первой волны и со второй волной весьма важна, но не менее важно иметь возможность устоять и те риски, которые связаны с обычными заболеваниями. Необходимо эффективно работать над их устранением, необходимо обеспечивать поступление в должном объеме услуг медицинской помощи и обеспечивать должное качество этих услуг, прежде всего так, чтобы ими могли воспользоваться уязвимые слои населения и престарелые, поскольку именно они рискуют больше других. Кроме того, весь мир с нетерпением ждет появления безопасной и действенной вакцины от коронавируса, которая позволит защитить население стран и, прежде всего, медиков, тех, кто находится на передовой в борьбе с этой пандемией. Безусловно, с учетом всего озвученного, крайне важно обмениваться опытом и информацией. Мы уже очень многое узнали о коронавирусе, но есть еще и масса того, что нам неизвестно. И поэтому мероприятия, подобные сегодняшнему, которые проходят при поддержке НИО-ЭЗМ, весьма и весьма важны. Всемирный банк рад возможности принять участие в этом мероприятии. Для нас честь поделиться своими знаниями и информацией по этому вопросу. А теперь я хотел бы предоставить слово Дэвиду Уилсона. Спасибо, Таня. Дэвид, извините секунду. У нас подключился Тигран, и я хотела бы ему дать возможность закончить его сообщение. Спасибо большое, коллеги. Я прошу прощения, что какой-то технический сбой произошел. Я не хочу стоять между коллегами и Дэвидом долго. Я бы просто хотел отметить, что последние, может быть, вещи, которые важны. У нас кризис, который у нас уже разворачивается порядка 7 месяцев, в разных странах по-разному, он задевает у нас не только систему здравоохранения, но и вообще, в принципе, он изменил порядок, порядок, образ жизни людей, сотрудников разных отраслей экономики и в целом экономики. И мне кажется, что сейчас для нас, конечно, очень важно, что у нас есть некоторый опыт прохождения первой волны, мы сейчас входим во вторую, как отметила Таня. Но все же и все-таки здравоохранение – это область, за которой, в общем-то, вся экономика, все население, все остальные сектора у нас стоят. И мы, конечно, очень с большой надеждой смотрим на то, что в том числе здравоохранение поможет нам справиться с второй, третий, дай бог, не будет у нас больше волн в ситуации с кризисом коронавируса. Я здесь Андрею дам перевести в шестережье, чем я закончу. Now, I'd like to finish off my brief intervention. I would hate to be between the audience and the speaker and still too much of your time. Nonetheless, I want to stress that the crisis that we've been witnessing for about 7 months already affects not just the health sector. In fact, it has affected the way of life of many people and all these sectors, into the entire economy, I would venture to say. Now, we have some expectations as to the outcomes of the first wave. We've been fighting with the first wave, and now the second wave is coming our way. Therefore, the health care system plays a most important role because it shields the rest of the economy, or other sectors, or other people in any country. Therefore, we place our great hopes with the health care system. We do believe that it will help us to eliminate the consequences of the second wave and effectively address the third wave. Well, God forbid. Hopefully, there will be no other waves. But this is where we stand at the moment. And, of course, when we talk about all this crisis, we say that we don't know much of what we know, much of what we know. But in such events, when we meet specialists from different countries, international specialists from Russia, происходит такой взаимообмен, который, в общем-то, нас всех усиливает и продвигает. И в этом смысле мы от Всемирного банка и лица Российского офиса Всемирного банка мы хотим поддержать это мероприятие, пожелать ему удачи, сказать, что мы открыты к продолжению такого взаимообмена, которые очень позитивно влияют на то, как мы все проходим этот тяжелейший кризис. Спасибо большое и удачный семинар. Доклада передать слово нашему уважаемому Дэвиду для доклада. Еще раз, тема доклада – это минимизация управления последующими волнами распространения новой коронавирусной инфекции в процессе возобновления экономической деятельности. Последние данные и уроки европейских стран. Уважаемые коллеги, в процессе доклада вы можете присылать свои вопросы нам в чат. Мы самые интересные вопросы представим для Дэвида в конце нашего семинара. У него у нас будет возможность ответа на некоторые из этих вопросов. Поэтому обязательно пишите в чате вопросы. Ну и, конечно же, Дэвид, я передаю вам слово для доклада. Ну и, наконец, давайте поставим слово на Дэвид. Дэвид, я вам покажу вам о том, как он показывает его презентация. Это оба адресении последующих последующих в основе в случае экономики огородных экономики. Мы будем оба слышать о том, как языке Европейского обучения, как они устроили с этим пандемикам. Now, distinguished participants, I encourage you to use the chat feature. Please submit your questions to the chat, and at the end, we'll pick the most interesting questions, and perhaps we'll ask David to respond. He will have a chance to do this. Now, once again, with this, over to David. Thank you very much indeed, and I am sharing my screen as I introduce myself, and just to say we are very pleased and privileged to be part of this webinar series, and we have learned tremendously from our discussions, and I'm presenting on behalf of a team that includes Tanya, Seville, Neshma, and Zara, who will all contribute to the discussion. We're going to look at lessons from Western Europe and elsewhere and compare them with Russia, and the first point I would make is that we have seen a shift in this epidemic from deaths initially being in China to a concentration of deaths in Western Europe to an epidemic which spread rapidly to the Americas, with North America peaking and then the rest of Latin America following it, and now a lot of epidemic growth in India. So we have seen multiple ways. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за возможность. Sorry, David, it has to be translated. Keep stopping me. Итак, большое спасибо за возможность выступить. Действительно, я рад возможности поделиться опытом и знаниями, которые накоплены в этом плане. Мы будем рассматривать ситуацию, прежде всего, в Западной Европе и рассмотрим те уроки, которые извлечены из деятельности стран этого региона мира. Вместе со мной эту презентацию будут показывать Наджип и Zara. Мы наблюдаем достаточно интересную динамику развития событий. Сейчас мы рассмотрим опыт Западной Европы приблизительно к опыту Российской Федерации. И здесь необходимо сказать, что ситуация с распространением смертельных случаев за прошедшее время существенно изменилась. С момента, когда основное число смертельных случаев вследствие COVID было соотношено в Китае, мы перешли к ситуации, когда наибольшая концентрация стала приходиться на страны Западной Европы, а затем на Северную и Южную Америку. Причем в определенный момент пиковое значение смертельных случаев приходилось на Северную Америку, а затем страны Латинской Америки стали ее догонять. Вместе с тем, здесь необходимо сказать, что ситуация складывается по-разному в разных странах. И приметенно к Российской Федерации необходимо подчеркнуть, что первая волна еще не завершилась. И здесь, пожалуй, нет ничего удивительного, поскольку мы имеем дело с крупной страной, такой как Российская Федерация. В частности, в тех же Соединенных Штатах наделась схожая динамика, когда первая волна никак не могла затухнуть. И здесь мы видим, что исходя из модели, которую подготовила Юян Гун, ситуация с течением заболевания в России оказывается довольно стабильной. И коэффициент дорожения находится примерно на уровне единицы, что, опять-таки, соответствует стабильности. Вам известно, пожалуй, даже лучше, чем нам, что в Российской Федерации в основном эпидемия была сосредоточена в крупных городах. Еще один момент, который мы наблюдаем в Российской Федерации, заключается в следующем. И причем эта характеристика сейчас становится достаточно распространенной в других странах. А именно, движущей силой эпидемии остаются люди в достаточно молодом возрасте, прежде всего, лица в возрасте от 18 до 45 лет. А теперь, коллеги, после этого краткого вступления, с попытки обрисовать ситуацию в России, с которой вы наверняка знакомы гораздо лучше, чем мы, я хотел бы перейти к ситуации в странах Европы, где наблюдается вторая волна роста случаев заражения, но, к счастью, не вторая волна смертельных случаев. И мы чуть позже рассмотрим причины, по которой отмечается именно такая динамика. Знакомясь с имеющимися данными, видим, что наибольшие показатели роста числа случаев заболевания приходятся на Испанию и Францию. Также растет их число и в Великобритании. Как я уже отмечал, мы наблюдали смещение числа случаев заболеваний с пожилого контингента на молодежь. И именно это мы отмечаем, в частности, по Великобритании и по Франции. Говоря о Франции, мы наблюдаем достаточно тревожные сигналы, тревожное развитие событий. И мы видим рост числа госпитализации, прежде всего, в крупных городах, как Марсель, Тулуза и Бордо. Интересно отметить, что, скажем, для Парижа и для Лондона, в Великобритании, такая динамика не характерна. И о причинах этого мы поговорим чуть позже. И вот здесь я хотел бы показать график, который вызывает у нас достаточно серьезное беспокойство. Исходя из той информации, которой мы располагаем, мы знаем, что большинство коронавирусов являются сезонными. Может быть, не столь сезонными, как обычный грипп, но, тем не менее, достаточно сезонными. А это заставляет серьезно беспокоиться с учетом наступления зимнего периода и в Российской Федерации, и в других странах Северного полушария. Как вам прекрасно известно, основным фактором, который указывает на вероятность гибели вследствие коронавируса, является возраст. И мы знаем, что смертность резко повышается после 70 лет. Еще один факт, который представляется обнадеживающим, это добрая весть. Мы видим, что снижается смертность в стационаре. Здесь представлены данные по Великобритании, но аналогичная картину наблюдаем мы и в других странах. Мы видим, что процент умерших в стационаре в день существенно снизился с 7% до всего 1% к текущему времени. Это происходит в том числе и потому, что сейчас врачи уже лучше владеют ситуацией и отработали новые методики и приемы лечения этого заболевания. И вот эта транссиссия эпидемии к молодым людям в частности, потому что в Европе мы увеличили тесты от пилла 1, это врачи, 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 врачи. И поэтому мы тестим меньше болезненных людей. Кстати говоря, вот эта динамика выявления числа случаев заболевших среди молодежи, которая растет, объясняется следующим фактом. Это связано с участившимися тестированием и более широким распространением тестирования. В частности, в Великобритании мы перешли от практики тестирования на базе милицейских учреждений к проведению тестов по месту жительства. То есть мы охватываем большее число населения и, соответственно, больше молодых людей и выявляем больше случаев заражения. Ну, я уверен, что эта картинка очень хорошо знакома российским медикам, которые, возможно, присутствуют на нашей встрече, в нашей аудитории. Еще раз подчеркну, что теперь мы гораздо лучше умеем лечить COVID. У нас лучше отработаны клинические подходы и методики ухода за больными. Что же мы можем почерпнуть из европейского опыта в части реагирования на COVID? Ну, прежде всего, я считаю, что европейские страны очень хорошо сработали в части обеспечения защиты медперсонала, в части очень быстрого наращивания численности медперсонала. Для решения этой задачи был предпринят целый ряд мер. В частности, были возвращены, так сказать, на действительную службу лица, которые уже ушли на пенсию. Также ускорили процесс лицензирования иностранных медиков и также широко привлекали к работе студентов-медиков. Кроме того, как я уже сказал, достаточно эффективно была налажена работа по обеспечению защиты медперсонала. Была решена задача по снабжению медиков средствами индивидуальной защиты. Была развернута система компенсаций, выплаты компенсации в случае болезни или гибели медицинского работника. Были предусмотрены денежные выплаты. Была помощь в виде предоставления транспорта, помощь в уходе за детьми и целый ряд других льгот. Кроме того, мы теперь гораздо лучше представляем себе, как более эффективно обеспечивать защиту престарелых и лиц, относящихся к наиболее уязвимым категориям. Прежде всего, тех, кто находится в учреждениях длительного содержания и длительного ухода. Мы видели, какая большая доля смертельных случаев приходилась на дома престарелых, и другие учреждения длительного содержания и ухода. В частности, по Ирландии эта доля достигала 60%, а по Испании 66%. Кроме того, мы осознали, что работники этих домов престарелых и аналогичных учреждений тоже очень сильно рискуют, в частности, социальные работники, а не только медики, которые непосредственно находятся в этих учреждениях, очень рискуют, поскольку тоже могут заразиться, и риск этот крайне высок. Ну и еще один важный вывод, к которому мы пришли. Мы осознали, что не нужно использовать те же дома престарелых и другие учреждения длительного содержания и ухода для того, чтобы разгружать стационары, разгружать больницы. Попытка перевести пациентов из стационара, скажем, в дом престарелых, фактически приводит к тому, что мы распространяем вирус, в том числе и в доме престарелых. И здесь я хотел бы подарить вашему вниманию некоторые выводы, некоторые уроки из того опыта, который мы извлекли. Ну, во-первых, необходимо минимизировать физические контакты даже с членами семьи. Необходимо всячески использовать возможности видеосвязи для таких контактов. Следующий момент. Необходимо обеспечить повсеместную гигиену. Необходимо обрабатывать все поверхности. Необходимо развернуть диспенсеры с соответствующими растворами, так, чтобы можно было всегда ими воспользоваться. Крайне важно наладить эффективную работу по тестированию и по обеспечению карантина. И прежде всего тех лиц, которые могут возвращаться из стационара, а потом снова направляться в него. Это происходит достаточно часто. И вот здесь обеспечение должного карантина представляется крайне важным. И еще один важный момент. Необходимо, чтобы лица, обеспечивающие уход за пациентами, не выходили на улицу, не распространяли бы вирус, не общались бы с другими людьми и тем самым не способствовали еще большим масштабам заражения. Еще один важный вывод касается работы школ. Как правило, школы считается, что они не играют слишком большую роль и не имеют большого значения в части борьбы с вирусом. Тем не менее, мы пришли к выводу, что если в каком-то районе распространение вируса не является слишком широким, то открытые школы несут в себе больше плюсов, чем минусов. И вот здесь я хотел бы представить вашему вниманию достаточно интересный пример, из опыта Дании, которая довольно эффективно решила эту задачу. Ну, во-первых, в Дании, когда был зафиксирован достаточно низкий уровень, низкое количество случаев заражения, школы открылись. Постепенно разрешали посещать эти школы ученикам разных классов, начиная со самых младших, постепенно смягчались требования в части социального дистанцирования, и максимальное количество занятий старались проводить на открытом воздухе, вне помещения, в парках, в музеях и так далее. Из опыта Швеции мы видим, что педагоги, учителя сталкиваются с меньшим риском заражения в связи со своей профессией. А теперь несколько выводов относительно тестирования. Если в двух словах, то тестирование необходимо проводить как можно более широкомасштабно и получать результаты тестирования как можно быстрее. Судя по этому графику, мы видим, что число проводимых тестов резко выросло по всей Европе. Вместе с тем, для того, чтобы предупредить вспышку заболевания необходимо, чтобы результаты тестов поступали как можно быстрее. Вот здесь, в левой части слайда, красным цветом я показал картину, которая демонстрирует ситуацию, при которой результаты тестов поступают достаточно поздно. То есть здесь мы не в состоянии предупредить вспышку заболевания. А вот в правой части слайда, желтым цветом, я показываю то время, которое мы экономим, получая итоги теста быстро и тем самым предупреждая такую вспышку. И кроме того, опять-таки, вот судя по этому графику, мы видим, что пик с точки зрения распространения инфекции и заразности этой инфекции наступает достаточно рано, и поэтому чем быстрее мы получим итоги тестов, тем быстрее мы сможем предпринять необходимые меры. И это значит, что есть большая роль для антижен теста, которые не имеют значение, но которые не имеют значения и быстрее. И ключевое внимание, что less sensitive теста, которые дают нам имидуатый результат, которые дают нам больше данных случаев в часе, чем более sensitive теста, которые мы можем сделать более slowly и на маленьком уровне. И в связи с этим мы полагаем, что крайне важно сделать акцент на тесты, которые позволяют выявить антигены. Эти тесты можно провести достаточно быстро и получить практически немедленный результат в сравнении с теми тестами, имеющие, скажем, сенситивность выше, но они проводятся дольше, и ими можно охватить меньшую численность контингента. Здесь, еще раз подчеркну, скорость и охват являются самыми важными факторами. Еще один вывод, к которому мы пришли, заключается в следующем. Мы видим, что вследствие распространения COVID резко сократился объем использования необходимых медицинских услуг, других медицинских услуг. Фактически мы столкнулись с вторичным кризисом в части предоставления медицинских услуг. В частности, мы видим, что в Великобритании число направлений на онкоскопереды, например, не вредные диагнозы. Крининг сократился почти на 60%, а это привело к резкому росту смертности от онкологических заболеваний из-за того, что их не смогли диагностировать на ранней стадии. Но, вместе с тем, хотелось бы отметить и один весьма позитивный момент. Я уверен, что вы наблюдали его, в том числе и в Российской Федерации. Коронавирус привел к тому, что телемедицина и удаленная медицина получила огромный стимул к распространению и к более широкому использованию. Вот здесь достаточно показательный график. Это график, который показывает рост числа консультаций врача в удаленном режиме в Великобритании после начала коронавирусного кризиса. Я очень надеюсь, что вот этот позитивный эффект будет ощущаться и в Российской Федерации, и в других странах. И мы сможем существенно расширить масштабы используемой телемедицины, оказание медицинской помощи в удаленном режиме, мы сможем описывать рецепты в таком режиме. Тем самым мы фактически существенно расширим охват медицинскими услугами тех районов и тех категорий населения, которые до всего момента получали их в недостаточном объеме. Поехали. 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 В заключение хотел бы сказать пару слов о вакцинах. Это крайне важная вещь. Это единственная вещь, которая дает нам уверенность в том, что можно уже открываться после пандемии. Большинство из нас не инфицированы вирусом, но мы все равно ощущаем на себе его воздействие. Дело в том, что вообще вакцина – это не только вещь, которая касается здоровья, не только касается медицины. Я полагаю, что присутствующие здесь это прекрасно понимают. Вакцина – это вещь, которая самым серьезным образом влияет на экономику, на перспективу ее восстановления. И, к счастью, мы видим, что достаточно позитивно выглядят перспективы в части разработки новых вакцин, в том числе и в Российской Федерации. И на этом я хотел бы перейти уже к заключительной части своего выступления. Некоторые выводы. Ну, во-первых, Западная Европа ждет грядущую зиму с достаточно большой обеспокоенностью, потому что мы прекрасно понимаем, что нам необходимо обеспечить эффективное предупреждение о распространении заболевания, а для этого необходимо предпринимать обязательные меры и целый ряд других мер, которые позволят эту задачу решить. Нам необходимо сохранять внешние и внутренние кордоны, если угодно, как между странами, так и внутри самих стран. Кроме того, крайне важно продолжить практику ношения защитных масок и защиты для глаз. Это особенно важно в публичных местах и местах скопления людей. Кроме того, крайне важно по-прежнему придерживаться практики обработки поверхностей дезинфицирующими средствами и обработки рук. Это особенно актуально для тех точек, где наблюдаются высокие поградатели пропуска населения. Ну и кроме того, сохраняет свою важность ряд мер по обеспечению социального дистанцирования, прежде всего в части снижения численности лиц, находящихся в местах общего пользования. Мы должны уничтожить супер-спредственные события, особенно в winter, которые возникли большие громадки, пролождаемая лагерия, плохая дистанция, людей зацепленные шаги, по-прежнему, 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 по-прежнему. Ну и еще очень важный момент заключается вот в чем. Необходимо избегать событий, таких суперсобытий с точки зрения потенциального распространения инфекции. Имеется в виду мероприятия, которые предполагают наличие большого скопления людей, мероприятия, в течение которых люди длительное время находятся в непосредственной близости друг от друга, осуществляют физический контакт, мероприятия, которые проводятся в местах, где имеется неудовлетворительная вентиляция, а также мероприятия, на которых люди очень активно выдыхают, скажем, разговаривая, смеясь в процессе пения и так далее. Вот все это может дать очень высокий риск масштабного распространения вируса. Вообще 10% вот таких событий могут служить причиной 80% случаев передачи вируса. И крайне важно избежать таких событий и, соответственно, избегать этих мероприятий. Ну и, безусловно, нам необходимо наращивать наши усилия в части решения задач общественного здравоохранения. Прежде всего, проведение тестирования, причем масштабного, быстрого тестирования, о котором я говорил. Речь также должна идти об обеспечении мер изоляции, о проведении лечения, о реализации карантинных мероприятий и так далее. Я полагаю, коллеги, если вот все это нам удастся совместными усилиями реализовать, если все эти меры в их сочетании мы сможем провести в жизнь, то я думаю, что у нас неплохие шансы пережить эту зиму и дождаться вакцины. Большое спасибо за внимание. Какие наиболее эффективные практики можно перенять в других странах мира? У нас очень много вопросов поступило от участников семинара. В связи с тем, что у нас уже не так много времени осталось, я озвучу некоторые из них, наиболее интересные, как я говорила ранее. Исходя из статистической информации, мы видим, что во многих странах Европы наблюдается некий рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Но, опять же, мы отмечаем, что и более низкая смертность в этих странах, и увеличивается число бессимптомных пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией. С вашей точки зрения, как эксперта, с чем это может быть связано? Это вирус мутировал или научились его более качественно лечить и выявлять на ранних стадиях? Вопросы на статистическом языке, мы видим, что в многих странах Европейских странах, есть более новых случаев, но меньше новых случаев. И мы также видим случаев без симптомов. Теперь вопросов вопрос о том, что это происходит? Или это потому, что это мутировал или мы знаем лучше, как то ли, как начать, и как то ли? Нет. Уже можно отвечать? Вопрос за вопросом, да? Коллеги, это вопрос на самом деле очень хороший, и этому вопросу мы тоже посвящаем массу времени и внимания. Давайте сначала поговорим о том, что нам уже известно, что мы выяснили, а потом постепенно перейдем, скажем так, к менее изведанным областям. Во-первых, нам известно, что рост числа заболеваний коронавирусом приходится, прежде всего, на молодежь. И если это заболевание не будет переходить на пожилых, то, соответственно, мы можем ожидать, что и смертность будет ниже, и число заболеваний сегодня тоже будет ниже. Ну и второе, что нам известно, это то, что сейчас врачи и медики гораздо лучше научились лечить коронавирус. Они гораздо лучше борются с этим недугом. В-третьих, сейчас наши стационары не перегружены. Это означает, что мы можем индивидуально работать с каждым пациентом и должным образом его пролечивать, в отличие от пиковой ситуации, которая наблюдалась ранее. Пока мы не считаем, что вирус ослабел, мы не можем рассматривать это в качестве одного из основных объяснений текущей динамики. И, наконец, и это очень спекулятивный, немногие исследователи учитывали, что инфекции в зале могут быть мягче, потому что низкие дозы, и инфекции с масками могут также быть мягче, потому что, по тому подобным причинам, тем, что мы можем использовать маски, тем, что мы можем помочь инфекции мягче, тем, что мы можем помочь инфекции мягче. На том, что вирус ослабел, мы снова обращаемся в зале. Ну, и еще одно соображение, оно, правда, на уровне догадки. Один из ведущих германских ученых высказал такое предположение. По его мнению, заболевший летом переносит заболевание легче. Кроме того, если человек носит маску, то, соответственно, воздействие на него вируса тоже окажется слабее. Но проблема в том, что приближается зима, и, соответственно, возможные последствия от заражения могут оказаться гораздо более серьезными. Я хочу предложить моим коллегам, Таня, Наджуэл, Севиль, может быть, присоединиться к ответу на этот весьма важный и интересный вопрос. Спасибо большое за предложение дополнить, но мне нечего дополнить к вашему ответу. Но, кроме того, я принесу свои извинения, я вынужден сейчас отключиться, потому что у меня уже следующая встреча сейчас начинается. Спасибо, Таня, за то, что вы были с нами и поучаствовали в нашем мероприятии. Будем рады видеть вас вновь. Спасибо, Таня. Дэвид, буквально еще несколько вопросов, которые очень интересны. С исследовательской точки зрения мы тоже над ними работаем, и важна ваша экспертная позиция в этом направлении. Наши эксперты тоже обратили внимание на разность в фазах распространения новой коронавирусной инфекции в весенний период, в летний период. И, самое главное, степень тяжести заболеваний действительно сейчас несколько ниже. И поэтому следующий вопрос, он связан с тем, влияют ли какие-то особые климатические условия, зима, лето, весна, осень, и длительное пребывание в закрытых помещениях на заболеваемость, на интенсивность заболеваний новой коронавирусной инфекцией. На самом деле, наш эксперты также noted that the virus impacts people differently depending on the season. I mean, spring versus summer, fall versus spring, and so on. Now, obviously, it seems like the virus is milder in summer versus winter. Now, the question is whether climate has to do something with it, like spring versus fall or summer versus winter. And besides, if the fact that the person is within an enclosed environment might also contribute to, you know, the outcomes of this. Yes, thank you very much. Those are excellent observations. And I showed a graph which showed us that all the earlier coronaviruses we know, and most of us have at least one of the four or five common coronaviruses, which cause about 20% of the common colds. We know these viruses are seasonal. We know they do spread more in cold weather. And we know they are not quite as seasonal as the flu. But we also know that the virus lives longer in cool and dry conditions, which we typically see in winter. And we know the virus is quite quickly killed by sunlight and humidity. And we very much know that crowded indoor areas with prolonged exposure not only make us more likely to catch the virus, but may well also mean we get more of the virus. So I think your experts are very right to note this. We should definitely expect a seasonal element, although not as great as influenza. We should definitely do our best to think of innovative ways of making winter safer. And we should also try and improve indoor ventilation and air circulation as we're going to have to be indoors. And these are difficult but necessary issues. And as I said, I think much of Europe is approaching winter with a lot of apprehension about the next phase of the coronavirus epidemic. Thank you. Thank you. Может быть, они не столь сезонны, как грипп, но, тем не менее, определенная сезонность заболеваемости присутствует. Кроме того, мы знаем, что вирус живет дольше в прохладных и сухих условиях. Это как раз характерно для зимнего периода. Мы знаем, что влажность и солнечный свет быстрее убивает вирус, быстрее ослабляет его. Соответственно, получавшее наблюдение, повторюсь, оно совершенно верно. Кроме того, мы знаем, что, находясь в переполненных помещениях длительное время, мы подвергаем себя повышенному риску. Причем не только повышенному риску заражения вирусом, но и риску того, что последствия этого разрушения окажутся более тяжелыми. Итак, я полагаю, что примитивно к коронавирусу нового типа необходимо говорить о некотором сезонном элементе. Может быть, он будет не столь выражен, как для обычного гриппа. И также с учетом этого необходимо продумать новые способы обезопасить себя зимой. Необходимо наладить должную систему вентиляции и воздухообмена в закрытых помещениях для того, чтобы снизить повышенный риск заражения. Как я уже также отмечал, большинство европейских стран сейчас с очень большой настороженностью и опасением ждут грядущей зимы. Вот все те меры, о которых я сказал, реализовать не всегда просто, но можно и, пожалуй, необходимо. Спасибо, Дэвид, за ответ на столь подробный. И я не могу вам не задать вопрос, связанный с экономической ситуацией в различных странах Европы. Мы видим некий рост заболеваемости есть в Европе и во многих странах. В России, кстати, тоже. С вашей точки зрения, насколько возможны экономические локдауны в ближайшее время при продолжении роста заболеваемости? Дэвид, спасибо большое за такую дешевую ответственность. Но, look, я не могу помочь, но задать еще еще одну вопрос. И это связано с экономической ситуацией в европейских странах Европейских странах. Мы обсуждали growth в некоторых случаев в европейских странах Европейских странах Европейских стран, и в России. Россия не имеет никакого значения. Сейчас, я думаю, как у нас есть еще одна вопроса, если мы продолжим смотреться в некоторых случаях? Спасибо. Это очень отличная вопрос. И я думаю, что большинство страны, и, в частности, в Европе, и, в России, и, в России, и, в России, Исследователи, которые делают их very best для того, чтобы избежать другой большой-либо национальный локдаун. Потому что они знают что экономические, здоровые и психологические последствия являются сильными. И поэтому, они пытаются делать все возможное, кроме национальный локдаун, чтобы избежать трансмиссию. И Франция, например, двигается в мастер-маск, даже в публике. Украинцы, 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 и сейчас, все, все, украинцы, 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 и в надежде, чтобы избежать другой локдаун. Но, так же, люди понимают что, если хирургии становится более сильнее в сентябре, мы должны посмотреть на короткие локдаунки, но как последнее опция. Один момент, я вам скажу, что понимание этого и что делать, изменяя неделю за неделю. и поговорка, которую я дала, несколько недель, другим, другим, и мы не знаем, что будет выглядеть в месяц или два. в месяц. тем более, что мы можем сделать с очень эффективными методами, тем более вернее мы можем избежать проспект другой большой локдаун. Спасибо. Прекрасный вопрос. Большое спасибо. Я постараюсь кратко ответить на него. Страны Европы и страны Северной Америки сейчас изо всех сил пытаются избежать нового масштабного общенационального локдауна или что-то похожего на него. Они предпринимают все меры для того, чтобы этого не случилось, поскольку они прекрасно понимают, что с возможным локдауном свяжены очень масштабные последствия экономического характера, психологического характера, а также последствия в части здоровья людей. Повторюсь, европейские страны предпринимают максимальные усилия, чтобы этого избежать. В частности, во Франции сейчас в обязательном порядке ввели практику ношения масок в общественных местах. В Великобритании очень быстро реализовали целый набор адресных, целевых мер, направленных как раз на предупреждение распространения коронавируса. Вместе с тем, люди прекрасно понимают, что если зимой ситуация с коронавирусом ухудшится, если повысится заболеваемость, если расширятся масштабы распространения коронавируса, то придется пойти на некоторые краткосрочные меры, в частности, краткосрочный локдаун. Вместе с тем, необходимо сказать, что представления о коронавирусе и информация о нем меняются очень быстро. И то, что я рассказал вам сегодня, очень сильно отличается от того, что я мог бы рассказать вам неделю тому назад. И это также будет сильно отличаться от того, что я смог бы сказать вам спустя месяц-другой, поскольку очень многое проясняется со временем. Итак, повторюсь, эффективные, действенные меры должны позволить снизить вероятность потенциального масштабного локдауна. Но если прибегнут к мерам такого характера, то постараются сделать их не столь масштабными и будут прибегать к ним только в последнюю очередь. Да, Дэвид, спасибо большое за ответ. Коллеги, я вынуждена сказать, что у нас уже подходит к завершению наше мероприятие. Несмотря на то, что вопросов колоссальное количество, их поступило больше тридцати в период, пока Дэвид делал свою презентацию, но мы не успеем их все задать сегодня. Я думаю, у нас будет возможность задать эти вопросы Дэвиду, и если он сможет, ответит на них в рамках следующих наших мероприятий совместно. Дэвид, я вам очень благодарна за очень интересный, действительно аналитически проработанный доклад и вашу экспертную позицию, ваше время, которое вы нам уделили. у вас еще утро, несмотря на то, что вы так бодры и смогли уверенно нам представить информацию всеоблемищу о ковиде и о его распространении. Спасибо вам! Спасибо большое! Спасибо большое! Спасибо за то, что она взяла на себя все организационные вопросы со стороны Всемирного банка и помогает нам организовывать мероприятия на территории Российской Федерации. Я также хочу сказать, что я благодарен Севилу Талакудинову за поддержку логистиками за все эти события и помогает нам организовать эти события в России. И своего коллегу Алексея Новожилова за то, что он осуществляет коммуникацию между нашим Институтом Всемирным банком и участниками нашего экспертного семинара. Спасибо, Алексей! Спасибо также Алексею Новожилову, мой коллега, который осуществляет коммуникацию между нашим институтом и нашим Банком и коллегами, которые слушают презентации. Благодарю всех присоединившихся участников к нашему экспертному семинару. Я уверена, что вы получили ответы на вопросы и стало чуть яснее, как развивается экономическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции в Европе и в России в том числе. И до новых встреч! Спасибо! With this, I'd like to thank you all for your participation. I hope, by the end of this event, the situation in Europe and economic consequences of the corona crisis became less obscure to you. And with this, until we see again each other. Thank you. Thank you very much indeed. It was our pleasure. Спасибо! Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.